МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире итоговая программа Вести Хакасия событий недели в студии Максим Соболев. Мы собрали самую важную информацию за минувшую семидневку и подготовили те новости, которых вы не видели в выпусках по будням. Итак, мы начинаем. Людьми пользуются, как шахматными фигурами. Банкротство. Руда Хакасия готова заявить о финансовой несостоятельности. Две тысячи горняков рискуют остаться без работы. Сейчас они имеют право проводить агитацию путем выпуска агитационных листвок, встреч с кандидатами. А ведь выбрать придется только одного. В Черногорске нарастает интрига. Восемь претендентов метят на главное городское кресло. Капли внутренние разы, свеплые часы. Ограниченные возможности и безграничный талант. В Хакасии собрались особые дети со всей России. Трехдневный визит полпреда в Сибири Николая Рогожкина стал главным событием этой недели. Помимо пострадавших от пожаров сел Хакасия, Николай Рогожкин посетил главные республиканские стройки, хирургический корпус, краеведческий музей и перинатальный центр. На какой стадии объекты сейчас, расскажет Виктор Буров. Темпом строительства краеведческого музея Николай Рогожкин по-настоящему удивлен. Каркас здания общей площадью в 30 тысяч квадратных метров возведен практически полностью. Одновременно идут отделочные работы. Кенподрядчик обещает пригласить в музей первых гостей уже в сентябре. К этому времени один из блоков будет полностью готов. Установят огромный стеклянный купол на высоту в 19 метров. Во дворе положат асфальт и высадят деревья. В самом здании уже даже установлены каменные изваяния. Чуть позже привезут и другие экспонаты из старого музея. В прошлый раз, когда были руководители республики на объекте, здесь были только бетонные стены, бетонные полы. Стояли леса, конструкции и возводилось строительство. Самое главное, в этот момент, когда уже ведутся числовые отделочные работы, масштабы объекта, они уже видны. Потому что все белеет, все красится. А вот генподрядчик перинатального центра пока не может похвастаться впечатляющими темпами строительства. Работа идет, но отставание от графика почти в три месяца. Руководитель стройки уверяет, это не критично. Скоро прибудут дополнительные рабочие силы, темпы ускорят и уложатся в график. Срок сдачи объекта – 16-й год. Увеличению численности персонала работающих поставлена задача довести до 300. И мы в течение июля, наверное, мы выйдем на эти параметры. Потому что численность наращивает практически все организации. Следующий объект – хирургическое отделение республиканской больницы. Генподрядчик хвастается. Каркас здания выполнен практически полностью. Возведены внутренние перегородки. К концу года обещают сдать центр под установку медицинского оборудования. Сейчас мы занимаемся фасадом. Заканчиваем фасад в середине сентября. В середине сентября мы делаем благоустройство. Сейчас ведут отделочные работы. А сами врачи уже вовсю готовятся к новосельям. Уже назначены заведующие отделения. На работу в Хакасский центр приедут хирурги из Красноярского края, Томской области, Тывы. Есть и места для выпускников-медиков из Хакасского госуниверситета. Конечно, мы ждем с нетерпением окончания строительства. Тут даже сомнений нет. Потому что востребованность хирургической помощи в республике очень большая. И у нас будет открываться 290 коек хирургических дополнительно. Для республики тут очень большой объем. У нас будет, соответственно, увеличение штатного расписания более чем на 500 человек. После того, как Николай Рогожкин объехал крупные строки Абакана, он вместе с главой республики провел рабочее совещание в здании правительства. Проходило собрание в закрытом режиме. На нем присутствовали министры и генподрядчики, работающие в погоревших селах республики. Также полпред рассказал журналистам об итогах своего трехдневного пребывания в Хакасии. Сегодня идет план выполнения тех задач, которые были поставлены президентом Российской Федерации. Они в полном объеме приняты к исполнению. Их исполнение идет планово. Также полпред отметил, что он держит на личном контроле расследование уголовного дела по факту пожаров 12 апреля в Хакасии. Виктор Буров, Игорь Брюханов, Сергей Казмин. Вести Хакасия. События недели. В расследовании причин пожаров 12 апреля появляются новые фигуранты. Под уголовное преследование попал глава Ширинского района Сергей Зайцев. Его обвиняют в халатности. Напомню, по этой же статье уже проходит трое госслужащих в Хакасии. Это глава противопожарной службы Анатолий Заярный, его подчиненный Виктор Зинков и глава поселка Шира Юрий Ковалев. Добавлю, что по последним данным, в результате пожаров 12 апреля в Хакасии погибли 34 человека. К другим темам. Рудники Хакасии в конце месяца начинают процедуру банкротства. Нет сбыта сырья. Ну а при банкротстве без работы рискует оказаться около 2000 горняков. Константин Кравцов о ситуации. Стоит отметить, предприятие общества Руда Хакасии лихорадит уже года полтора. Последний раз шумиха поднималась в апреле. Два рудника в Абазе, в вершине Тёи и Мундебарская обогатительная фабрика остановлены. Судя по всему, руководство так и не пришло к решению вопроса о сбытии сырья по желаемой цене. Накануне Руда Хакасии сообщило в официальном письме о грядущем банкротстве. Процедура сокращения персонала еще не начата, но учитывая критичность положения, мы не можем исключать, что сокращение все-таки состоится в том или ином объеме. При этом мы не оставляем надежды, что совместными усилиями будет найден выход из сложившейся ситуации. И нам удастся сохранить предприятие и основную часть коллектива. В каком объеме будет сокращен персонал на Рудниках, Руда Хакасии не сообщает. Там сегодня вообще отказались от комментариев. Известно лишь, что речь может идти о двух тысячах человек. И уже в этом месяце в арбитражном суде Хакасии состоится рассмотрение дел о начале процедуры банкротства. Судя по всему, банкротство для предприятия в простое единственный выход к выплате зарплат. Во всяком случае, об этом заявляет руководство. И в очередной раз призывает рабочих не оставлять надежду и не паниковать. Несмотря на сложные ситуации, Руда Хакасии просит своих работников не поддаваться панике. Процедура банкротства не означает конец предприятий. Уведомление о сокращении – еще не сокращение. Долги по заработной плате – не отказ от выплат. И руководство компании и правительство республики предпринимают все возможные шаги по выходу из кризиса. Удастся ли снова запустить рудники, покажет время. Но практика показывает. Как правило, после банкротства ворота предприятий закрываются навсегда. В Черногорске на этой неделе избирком закончил прием документов о выдвижении кандидатов на пост мэра. Похоже, выбор черногорцам в этот раз предстоит крайне сложный. На главное кресло метит сразу 8 человек. В числе баллотирующихся действующий глава города Василий Белоногов. Он является кандидатом от партии «Единая Россия». Своих кандидатов выдвинули еще две партии. От ЛДПР на выборы пойдет Дмитрий Буреев, а КПРФ представляет Евгений Мальцев. С самого выдвиженцев пятеро. Индивидуальный предприниматель, депутат Верховного Совета Хакасии 6-го созыва Олег Иванов, пенсионер Виктор Лукашев, шеф-редактор программы «Нота Бена» Ксения Лухман, генеральный директор компании «Хакасский ТЭК» Сергей Серик и Вячеслав Москвитин, заместитель директора АВ «Альянс». После регистрации, это будет в начале ориентировочного 5-6 августа, мы проведем жеребевку между кандидатами о распределении места в средствах массовой информации газета «Черногорск» о бесплатной площади. Платную площадь также мы по жеребевке распределим между кандидатами. И с 15 августа у них начнется агитационный период в средствах массовой информации, то и по телевидению, и в газетах они будут печатать. А сейчас, вот сейчас, они имеют право проводить агитацию путем выпуска агитационных листок, встреч с кандидатами, все они могут проводить, кроме средств массовой информации. Напомню, выборы мэра Черногорска пройдут в единый день голосования 13 сентября, и уже сейчас стало известно, что каждый второй избирательный участок в городе будет оборудован электронной урной для голосования. Легендарная железная дорога в парке Орленок празднует юбилей. Игрушечному паровозику 25 лет и, вероятно, не так много в Хакасии жителей, которые ни разу не катались в миниатюрных вагончиках. О том, как она появилась и какая сейчас самая маленькая железнодорожная линия Хакасии, расскажет Наталья Гармашова. Сигнал отправления необычного состава звучит в парке Орленок каждое лето, вот уже четверть века. За это время вокруг все значительно преобразилось, и лишь несколько раритетных экспонатов – полувековой аттракцион «Лошадки» и 25-летняя железная дорога служат связующей нитью между прошлым и настоящим. А вот как все начиналось. В июле 90-го в Абаканский парк с Нижнетагильского завода доставили необычный груз – локомотив, два вагона и рельсы со шпалами. Площадь для аттракциона требовалась приличная, и пейзаж растительный. Решено было установить железную дорогу в самом центре Орленка. 108 метров пути пролегли сквозь небольшой лесок и миниатюрный туннель-депо, чтобы у маленьких пассажиров возникло ощущение настоящего дальнего путешествия. Мне было 7-6 лет со станции Аскиз. Мы каждый год маленькие лезли сюда, катались. И вот сейчас своих детей сейчас выросли, также каждый год сюда ездим. Любимые места дочери и сына Евгении в локомотиве. Говорят, здесь крыша над головой есть. А вот Влада решила сегодня прокатиться в среднем вагоне. Хотя, в общем-то, и не важно, где сидеть, уверяет девочка. Главное – получить незабываемые впечатления от поездки. Мне было лет 8. Я первый раз сюда села. Было необычно. Всегда вроде ездишь на поезде, и он такой большой. И тут почти такие же ощущения, только он маленький и открытый. И можно видеть то, что делается вокруг. Уже как-то вроде и возраст лела, но всё равно интересно. Каждый раз садишься и вспоминаешь то, что было раньше. Влада сегодня путешествовала по железной дороге вместе с младшими братом и сестрой. Некоторые малыши с родителями. Взрослым кататься в поезде тоже разрешается. Аттракцион, рассчитанный на все возрасты, многие годы работает исправно. За четверть века пришлось заменить разве что деревянные шпалы. А вот украшение вагонов и арки перед пероном – не ремонт, а подарок посетителям парка к юбилейной дате аттракциона. В новом оформлении поезд напоминает главного героя советского мультфильма – паровозик из Ромашково. Такой же яркий и улыбчивый. Вот только на станцию прибывает всегда вовремя. Сейчас мы приявляемся на рекламу. Она будет короткой. И вот что вы увидите во второй части выпуска. Ограниченные возможности и безграничный талант в Хакасии собрались особые дети со всей России. Улицы героев. Мы продолжаем проект, посвященный памяти солдатам, павших на фронтах Великой Отечественной. За пару часов можно научиться делать вот такой вот простой, несложный поиск. Музейщики предложили сесть за ткацкий станок. В мастерскую превратились выставочные залы. Это Вести Хакасия событий недели. Мы продолжаем. Дети с ограниченными возможностями и безграничным талантом. С разных уголков страны приехали в Хакасию. В санатории «Жемчужный» поселка Шира завершилась первая смена для детей-инвалидов, с которыми работали столичные педагоги и музыканты международного класса. Из «Жемчужного» Мария Добрынина. Собрать таких необычных детей в нашей республике удалось благодаря некоммерческому фонду «Мир искусства». Второй год Хакасия участвует в турне, которое проходит ежегодно. Организаторы ищут таланты по всей стране, берут детей под свою опеку и дают им дорогу в жизнь. Многие из присутствующих – это воспитанники фонда, теперь уже знаменитые и успешные артисты, которые своим примером показывают, в мире искусства границ нет. Сердце как будто сжимает тисками. Не все, лишь о песне, о крошлом пропеты. Примером для подражания для юных артистов стало Андрей Тихонов из Архангельска. Он не только профессиональный скрипач, музыкант и лауреат международных конкурсов, но и лингвист. Преподает на двух языках – английском и немецком. И активно сотрудничает с фондом, помогает в обучении детей инвалидов. Я думаю, что такие, я бы назвал, мастер-классы – очень полезная вещь, и стоит продолжать эту традицию. Нужно помогать для того, чтобы в будущем у них была профессия. Я думаю, многие из этих ребят так или иначе в будущем будут заниматься музыкой. Для работы с детьми Владислав Тетерин, президент фонда, приглашает лучших музыкантов и педагогов. В этот раз будущими актерами и певцами занимались выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных. Безумно интересно, потому что нам дали полное право самим формировать состав детей, что им петь, репертуар, как строить репетиции. То есть, в общем-то, нам доверились полностью. Дети тут просто потрясающие. Необыкновенные музыкальные. Дети очень тесные. Дети просто... Мы в восторге. Спасибо большое вашему краю. У вас удивительная вообще земля. Народ, который живет здесь. Под впечатлением остались, конечно, и сами дети. Получить бесплатную путевку, где преподают мастера, удается все же нечасто. Я тренировался в плане исполнения песен. Ну и с ребятами знакомился, там как-то общались, гуляли. Мне понравились учителя, как они работали с нами, сами ребята и атмосфера. В том, что фестиваль уже второй год проходит в Хакасии, немалая заслуга Абаканской школы-интерната для глухонемых детей. Как отметил президент фонда, столько талантов в одном месте он не встречал. Научить петь жестами, танцевать в такт. Того, кто не слышит, уникальная работа. Этим своим сезоном, работой этой, уже заработали себе следующий сезон, сезон следующего лета. Преимущественно наши дети, подавляющее большинство, то есть 60% и 40% это детки со всей России. Те, которые чем-то особым проявили себя. Инклюзивный отдых не просто несколько дней развлечений. За время существования фонда более 15 тысяч талантливых детей получили возможность стать независимыми и успешными людьми. Наши детки, они более целеустремленные. Они понимают, что только ценой ежедневного труда, в конечном итоге ведь цель наша какая, чтобы они смогли, простите за прозу жизни, зарабатывать себе на жизнь своим трудом. Создать свою семью и суметь ее прокормить. Вот это важно. Смена для детей с ограниченными возможностями этим летом не последняя. Бесплатно отдохнуть смогут еще 25 ребят. А у остальных будет время подготовиться к следующему фестивалю, который пройдет в этом же лагере курорта Шрам. Мария Добрынина, Станислав Колченаев, Вести Хакасия, События недели. Сегодня инклюзия по праву признана передовой системой образования. Совмещать обучение здоровых детей и детей с инвалидностью пытаются и в Хакасии. О том, как обстоят дела, моя коллега Наталья Чудина говорила с заместителем начальника Абаканского отдела образования Татьяной Вальд. Интервью недели далее в нашем эфире. Детские сады Как дети инвалиды, так и дети с ограниченными возможностями здоровья. Детей с ограниченными возможностями здоровья 2654 в настоящее время. Но это дети, у которых есть нарушения речи, нарушения полно-двигательного аппарата, дети с нарушениями зрения. Есть специальное у нас дошкольное учреждение для таких ребятишек. Но и в общеобразовательных группах обычных детских садов у нас воспитываются дети инвалиды. Вот сейчас у нас в детских садах 6 детей с синдромом Дауна. Но давайте заострим свое внимание все-таки на школах. Ведь если есть возможность у многих родителей ребенка не водить в детский сад, то в школу пропустить сложно для ребенка. Сколько у нас сейчас школьников с ограниченными возможностями в Абакане? И вообще меняется это как-то число год от года? Да, но к сожалению, это, наверное, общая тенденция, что количество детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья увеличивается. И как в нашей стране, так и во всем мире. Ну и понятно, что в Абакане, к сожалению. Но их больше и в школе. Если раньше не все дети инвалиды получали образование, то вот как раз ратификация конвенции, такое понятие, как необучаемый ребенок, сейчас просто нет. То есть все дети в меру своих возможностей, в своих потребностях, они должны получать образование. Сейчас у нас в школе 3738 детей с ограниченными возможностями здоровья. Из них 268 это дети инвалиды. Они получают образование в различной форме. Также у нас есть и специализированные школы города Абакан. Ну, сохраняют тенденцию, не закрывают эти школы. Это школы для детей с умственной отсталостью, для детей с упорно-двигательным аппаратом. Но есть и в обычных школах, в обычных классах дети инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья. Кто-то получает обучение на дому, кто-то получает обучение в школе, в классе. Здесь, конечно, в первую очередь это не только желание родителей, хотя их желание мы учитываем, но это, конечно, медицинские показания. То есть в зависимости от того рекомендации медика, рекомендации психолога медико-педагогической комиссии, уже строится индивидуальный процесс вот для таких детей. А наши школы, они готовы принять таких детей? Вот техническое оснащение, насколько оно у нас? Да. Ну, по закону, конечно, в каждом учреждении должны быть созданы условия, если появляется такой ребенок. Но вот и государственная программа «Доступная среда», она предоставила возможность с 2011 года создавать по всей России сеть учреждений, в которых созданы условия. И в 2011 году у нас такая одна школа в городе Абакане появилась, это школа 22, а сейчас вот к 2015 году уже шесть таких школ, которые включены в эту программу «Доступная среда», они получили специализированное оборудование, сенсорное для гимнастики коррекционной, то есть очень разнообразное оборудование, то есть в зависимости от того, какие дети посещают данную школу. Вот, например, в 12-й школе там есть бассейн и есть дети с ДЦП, и вот для таких детей они приобрели специальный подъемник, который дает возможность вот таким детям плавать в бассейне, который, например, 24-я школа, они в рамках этой программы получили автобус, который имеет возможность, где есть специальные места, ну, для детей-колясочных, для детей-инвалидов, то есть автобус можно в рамках вообще и нашей городской сети использовать, и вот каких-то таких детей тоже вместе, то есть там инклюзивные, то есть часть нет для обычных детей, а часть для детей, для особенных. Ну и родители детей-инвалидов, они вот все-таки какую форму обучения чаще всего выбирают на дому или все-таки, чтобы ребенок ходил в школу наравне с другими? Я еще повторю, что, конечно, здесь нужно идти от медицинских показаний, где просто вот родители прислушиваются к медицинским показаниям, но, наверное, общая тенденция, конечно, что родители хотят, чтобы их особый ребенок развивался в среде обычных средств, то есть в общеобразовательной школе, в обычном классе, потому что ему дальше жить в обычном обществе, чтобы он не чувствовал себя изолированным от этого общества. Но чтобы ребенка определить в класс, как происходит эта процедура? Это должно быть какие-то, может, опросы остальных родителей? Согласны ли они, чтобы этот ребенок был в их классе, да? Либо учителя должны согласиться, не согласиться? Или просто ребенка поставили, и он ходит? Ну, здесь каждый ребенок вообще в нашей стране, он имеет равные права. Поэтому если ребенок, родители записывают ребенка в школу, да, в соответствии с теми правилами, которые существуют, то согласие у всех родителей, конечно, никто не спрашивает. Вот. Здесь идет вопрос о том, что, конечно, общество должно быть готово принять особенного ребенка. Не всегда, к сожалению, ну, вот, может быть, еще все общество готово, в зависимости от степени заболевания, конечно, этого ребенка, чтобы наравне с обычными детьми в классе вот был такой ребенок. Но здесь уже потом идет, наверное, от мастерства школы, от мастерства педагогов, от того, насколько, ну, проводятся какие-то мероприятия по развитию толерантного отношения к таким детям. И, в общем-то, у нас есть очень удачный, успешный вот опыт, когда в обычном классе ребенок сложный учится, и дети, наоборот, потом родители говорят, дети говорят, что они становятся более добрыми, более внимательными друг другу к такому ребенку, то есть всегда готовы как-то помочь ему. Но ребенок инвалид в классе требует каких-то особых знаний от учителя, да? У нас для учителей какие-то проводятся курсы? Да, конечно. Ну, наверное, не знаний, каких-то особенностей, да, общения с такими детьми. Вот в рамках, опять же, этой программы «Доступная среда» вот в этих школах в шести у нас 97 педагогов сегодня уже получили переподготовку специальную, которые готовы именно работать с такими детьми. Но в каждой школе есть у нас психолого-социальная служба, и поэтому, если в школе появляется особый ребенок, то понятно, что под него уже и проводится специальная подготовка какая-то. То есть школа старается направить учтелей, получить образование, да, где-то проводить у себя какие-то семинары, потому что сейчас есть возможность и дистанционно получать. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы, нашли время. Спасибо вам. Редкое природное явление. Розовый снег лежит в горах заповедника Хакасский. Такую живописную картину увидели ученые заповедника в снежнике хребта Шаман. В красный снег окрасила одноклеточная водоросль. Ученые относят его к разновидности креофильных, то есть любящих холод. Для развития ей нужно много солнца и, собственно, холод. Такие условия и сложились в горах. А вот как только на снежнике потеплеет, при плюс четырех водоросль погибнет, и снег станет привычно белым. Один из залов Республиканского краеведческого музея на несколько часов превратился в мастерскую. Сотрудники вместе с гостями сели за ткацкие станки. Конечно, домотканных полотен не получилось, но основы ткачества усвоили все. На мастер-классе побывала Олеся Калиниченко. Идея провести мастер-класс и научиться ткать родилась не на пустом месте. В июне в Хакасию привезли выставку Российского этнографического музея. Экспозиция полностью посвящена такому элементу одежды, как пояс. Экспонаты настолько впечатлили местных рукодельниц, что они решили объединиться и вместе освоить технику плетения поясов. За пару часов можно научиться делать вот такой вот простой, несложный пояс. Это самая простая техника, заправочная техника на бёрдышке. То есть здесь просто мы заправляем ниточки и просто, в общем, идет такая техническая работа ткачества. Бёрдышко – приспособление для ручного ткачества. Известно с древних времен. Немного напоминает гребень. Опытные мастерицы на таком нехитром устройстве могут соткать полотенце или сложное украшение. Те, кто держит бёрдышков в руках впервые, начинают с простых поясов. Вот у нас получается такой простой, самый простейший ткацкий станок. Это бёрдышко. То есть у нас оно будет подниматься и опускаться. И меняется система нитей. Ай, бог ты. И уточной нитью, вот мы сейчас уток возьмем, поперечной, мы будем это закреплять. На мастер-класс пришли люди разные. Для одних рукоделие – это исключительно домашнее творчество, для других – часть профессии. Екатерина Баженова – воспитатель дома-интерната «Теремок». Для детей она старается готовить новые интересные занятия. И ткачества ещё не проходили. Я человек творческий, люблю всем этим заниматься. Узнала, Татьяна Мефодьевна, коллеги мои, что такой мастер-класс состоится сегодня. И с удовольствием пошла, всё бросила и пошла. Мы работаем с детьми. Детям нужно всё передавать. Все наши русские, древнее творчество. По этой же причине учится плести по СССР Анастасия Демченко. Она сотрудник детской республиканской библиотеки. Здесь дети не только читают. Школьники с удовольствием ходят на различные кружки. Один из них – это этнический клуб, где девочки учатся рукоделию. Изготавливают изделия в хакасские национальные, ну, больше современные в стиле, да, и русские. Ну, вот, в частности, как бы, повышение опыта, чтобы передать детям. Например, я думаю, что они могут себе вот эти вот модные у них финички вполне возможно ткать в стиле вот этих национальных поясов. Мастер-класс вела Елена Гузеватова, доцент кафедры ДПИ Института искусств. Под её руководством ученики не только осваивали различные техники ткачества, но и попутно узнавали об истории костюма. В частности, про пояса Елена Николаевна может прочитать целую лекцию. Так, например, вот этот мужской в виде шнурка служил владельцу орудием самообороны. В кисточки вшивались гирьки и при надобности таким поясом отбивались от разбойников. Различные пояса с молитвами, то есть, вот можно выткать на этом поясе словеса молитвы. И вот такие вот пояса, они человеку, который уходил в далёкий путь, или солдат на войну, то есть, вот такие вот повязывались, просто даже иногда на голое тело, вот, и всю, как бы, войну, то есть, вот этот вот пояс защищал. Мастер-класс по плетению поясов в Краевическом музее – мероприятие разовое, но сама этнографическая выставка будет открыта до конца августа. Учить древнему искусству ткачества здесь уже не будут, но за вдохновением прийти можно. Олеся Калиниченко, Сергей Казмин, Вести, Хакасия. События недели. Это была программа Вести, Хакасия, события недели. Мы рассказали о том, что посчитали интересным и важным, чтобы запомнить. Благодарю за внимание. Хорошего дня. Продолжение следует...